Эти места не из тех, что затапливаются ежегодно. Но последствия снежной зимы нынешнего года оказались заметны и здесь. Речка Бица вышла из берегов. На данной территории, это была самая первая точка наша критическая, было потоплено около 1000 квадратных метров участков. Дома не были потоплены. Частично именно участки садоводческого товарищества «Химик». Сигнал поступил от жителей СНТ. В общем-то, среагировали оперативно. Ситуацию удалось стабилизировать в короткий срок. Сотрудники Дорсервиса сработали оперативно. К моменту нашего приезда Бица свободно текла по своему руслу. Неделю назад из-за сильного паводка было подтопление. Сотрудниками Дорсервиса заранее были проведены противопаводка и мероприятия. Были опилены деревья, упавшие в воду. Все они были вытащены на берег. Были выставлены на вешке. Наблюдали каждые три часа подъем воды. Работы не останавливали. В течение двух дней всю руслу реки Бица до впадения в пахру было прочищено. Председатель садоводческого товарищества Юлия Черняева рассказывает, вода доходила почти до моста. Дорога на подъезде к СНТ тоже была затоплена. Дорсервису пришлось изрядно потрудиться, чтобы дать воде возможность двигаться правильным путем. Нашли места заторов, которые оперативно начали в тот же день разбирать. Вода, конечно, сразу не стала уходить. На наше удивление стало пребывать все равно. Но когда стали дальше продолжать искать какие-то места, нашли где-то база бита, где-то еще какой-то завал был. И все оперативно убрали. Заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида, который за эту весну увидел уже не одно подтопление, положительно отозвался о работе местной администрации и тех, кто устранял последствия стихии. Говорить о том, что Московская область затопила, говорить нельзя. Потому что по сравнению с тем, что было в предыдущие годы, это считаю, что с одной десятой мы дело имеем. Все это, конечно, из-за того, что мы учли и опыты прошлых лет, и готовиться начали с зимы. Всего на территории Ленинского городского округа выявлено 7 мест подтопления. На сегодняшний день основные проблемы данного характера ликвидированы.